Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мальчики и девочки! Вы уже собрались у экранов телевизоров, и мы рады вместе с Львенком Левой и Зайчонком Ушастиком, нашими старыми добрыми друзья, мы рады новой встрече с вами в нашей телевизионной студии на очередном уроке, нашем телевизионном уроке по русскому языку. На прошлых двух занятиях, напомню, мы с вами говорили о местоимении. Тема, на первый взгляд, может показаться простой, но на самом деле, как уже доказали контрольные работы, которые в лесной школе писали Львенок и Зайчонок, где сделали много ошибок, оказалась тема не такая уж проста. Это касается и склонения личных местоимений, например, и правописания личных местоимений с предлогами. Об этом мы говорили на прошлых уроках, и, как показывают результаты очередной контрольной работы, которую писали Львенок и Зайчонок у себя в лесной школе, результаты хорошие, по крайней мере, лучше, чем были на первой контрольной работе. И вот поэтому мы посчитали нужным продолжить эту тему и еще немного поговорить о том, что представляют собой местоимения в современном русском языке. Тем более, что и Львенок и Зайчонок, вот они мне подсказывают, они начали проходить такую тему, как разряды местоимений в русском языке. Сегодня поэтому я тоже решил с вами, ребята, поговорить на эту тему. Итак, тема нашего с вами сегодняшнего урока – разряды местоимений. Оказывается, местоимения бывают не только личными, как мы уже с вами знаем. Напомню, мы познакомились на одном из предыдущих занятий с тем, что такое личные местоимения, как они склоняются. Это местоимения, напомню, я, ты, он, она, мы, вы, они. Это личные местоимения, которые употребляются очень часто, поэтому мы на них и обратили особое внимание, и мы узнали, как их правильно склонять, изменять по падежам. А для того, чтобы правильно писать местоимения, особенно личные местоимения с предлогами, мы об этом говорили на предыдущем уроке. И хочу напомнить самое основное, что мы усвоили, местоимения с предлогами пишутся раздельно. Вот это основное, что нужно запомнить, ну, помимо всех остальных правил. Так вот, сегодня мы поговорим о разрядах местоимений, и мне помогут рассказать вам об этом и зайчонок, и львенок. Тем более, как я уже сказал, в лесной школе они эту тему уже проходят. Итак, еще раз напомню, тот разряд местоимений, который мы с вами уже хорошо знаем, это личные местоимения. Но помимо этих личных местоимений, бывают и иные. Первый разряд местоимений, с которым мы сегодня познакомимся, называется вопросительно-относительные. Давайте посмотрим с вами на экран. На слайде мы сейчас увидим, как называется этот разряд местоимений в русском языке. Итак, вопросительно-относительные местоимения. Давайте с вами подумаем, ребята, это какие же вопросительно-относительные местоимения мы знаем. Вот мне зайчонок шепчет, что по его мнению, насколько он запомнил из того, что учительница объясняла на уроке, к этому разряду относится местоимение кто? Да, зайчонок совершенно прав. И львенок его поддерживает и говорит, что к этому же разряду относятся и местоимения что? Итак, кто что? Действительно, в этом зайчонок и львенок абсолютно солидарны. Эти два местоимения относятся к вопросительно-относительному. Но далеко этим не исчерпывается этот разряд. Помимо этих двух местоимений, кто и что, вопросительно-относительный разряд местоимений относятся к такие слова, как Какой? Чей? Который? Вот давайте с вами сейчас посмотрим на экран и постараемся запомнить эти местоимения, то есть те слова, которые относятся к разряду вопросительно-относительных местоимений. Итак, это такие слова, как Кто? Что? Какой? Чей? Который? Мне вот львенок еще подсказывает, помимо этих слов наиболее употребительных, к вопросительно-относительным относятся и такие слова, как Каков? Или Сколько? Ну, я думаю, понятно. Слово Сколько употребляется достаточно часто, но в очень ограниченных ситуациях. Это тот случай, когда мы спрашиваем о количестве. Например, Сколько стоит? Или Сколько ребят пришло на концерт и так далее. Ну, надо сказать, не очень часто такие ситуации всплывают, не говоря уже о таком слове, как Каков. Слово стилистически окрашенное, и я думаю, вы со мной согласитесь, не часто мы это слово употребляем в устной речи. Но помнить о том, что слова Каков, например, относятся тоже к этому разряду вопросительно-относительных местоимений, необходимо, потому что в письменной речи, в художественной литературе, особенно в классической русской художественной литературе, это слово встречается достаточно часто. Так что нужно помнить, к какому разряду местоимений относятся эти слова. Следующий разряд, о котором я хочу вам напомнить, разряд местоимений называется «неопределенные». Сейчас мы с вами постараемся вспомнить, какие местоимения относятся к этому разряду. Обратите внимание на название разряда «неопределенные». Уже это название само по себе говорит, что сюда относятся местоимения, тоже часто нам встречающиеся, которые передают неопределенное количество, например, «нешто», «некто», «некоторый», «несколько». Да, действительно, мы говорим «несколько человек», «некоторый человек», например, тоже можно сказать, «некоторые люди» во множественном числе. Или мы можем сказать «некто» зашел в подъезд. Вот такие фразы тоже возможны в русском языке. И все эти местоимения, они относятся к разряду неопределённых. Давайте с вами посмотрим на экран и поймём, повторим и постараемся запомнить, какие именно местоимения относятся к разряду неопределённых. Понятно, что к этому разряду будут относиться местоимения «некто», «некоторый», «несколько», но сюда же относятся и местоимения «кое-что» или «кто-небудь». Внимательно посмотрите и запомните, а мы с вами продолжаем разговор о разрядах местоимений в русском языке. Львёнок мне подсказывает, что, наверное, следующий разряд, о котором нужно поговорить, я прав, львёнок, это местоимения, которые звучат следующим образом. Никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего. Я думаю, вы уже догадались о том, что все эти местоимения, все эти слова объединяет один общий признак. Правда, зайчонок? Да, зайчонок со мной согласен, я думаю, и вы, ребята, уже догадались, что здесь присутствует отрицание. Поэтому следующий разряд местоимений так и называется – отрицательные. Давайте с вами посмотрим и постараемся запомнить, как называется тот разряд местоимений, отрицательные местоимения, к которым относятся следующие. «Никто», «никакой», «ничей», «некого», «нечего». Ну, «никто», можно продолжить эту серию, «ничто» тоже относится сюда. Итак, «никто», «ничто», «никакой», «ничей», «некого», «нечего» – это все местоимения, относящиеся к отрицательным местоимениям. Практически на каждом шагу, когда мы говорим, мы употребляем такие слова, как «мой», «твой», «наш», «ваш» – это тоже особый разряд местоимений. Они показывают принадлежность какой-то вещи, например, «мне», я говорю «мой портфель», «его автомобиль». И так далее. Эти местоимения, вот мы сейчас увидим на слайде, как они называются. Итак, они называются притяжательные. Это разряд притяжательных местоимений. Сюда относятся такие, хорошо нам с вами известные местоимения, как «мой», «твой», «наш», «ваш», «свой». Эту серию можно продолжить его, ее, их. Вот вся эта серия местоимений называется притяжательные местоимения. Зайчонок меня только что спросил, а такие местоимения, как «тот», «этот», «такой» – это отдельный разряд? Или они относятся к какому-то разряду, который мы уже с вами обсудили? Львенок уже его поправил и сказал, что учительница на уроке им об этом говорила. «Тот», «этот», «такой» – это отдельный разряд местоимений. Называется этот разряд «указательные местоимения». Давайте еще раз внимательно посмотрим на экран. Итак, слова «тот», «этот», «такой», «таков», «столько» – вот из этой же серии. Это местоимения указательные. Есть еще одно очень интересное местоимение. Оно одно единственное, и из этого одного единственного местоимения образован разряд. Это так называемое возвратное местоимение. Запомните, пожалуйста, этот термин. Давайте посмотрим на слайд. Итак, возвратное. Надо запомнить, что всего-навсего одно слово составляет весь этот разряд. У нас в русском языке есть это слово. Итак, слово «себя», напомню, оно образует разряд возвратных местоимений. Вот одно единственное слово входит в эту классификацию. И, наконец, последнее местоимение, серия местоимений, которые входят в разряд определительных. Сюда относятся такие местоимения, как «весь», «всякий», «каждый», «сам», «самый», «любой», «иной», «другой». И некоторые другие тоже из этой серии. Я называю самые употребительные, с которыми мы сталкиваемся практически на каждом шагу. Итак, запомните, вот вся эта серия местоимений попадает под так называемый разряд определительных местоимений. Вот это то, о чем я хотел вам сегодня рассказать, либо заново, либо напомнить, если эта тема уже была у вас в школе. Итак, напомню, сегодня мы с вами обсуждали разряды местоимений в русском языке. И познакомились, помимо личных местоимений, с местоимениями вопросительно-относительными, неопределенными, отрицательными, притяжательными, указательными и определительными. И также с возвратным местоимением себя. Вот это тема нашего с вами сегодняшнего урока. На этом мы завершаем работу над местоимениями. И со следующего урока мы переходим к новой теме, к теме глагол. Но это уже материал следующего телевизионного урока, на который я вас вместе с нашими друзьями, львенком и зайчонком, конечно же, приглашаю. А пока до свидания, до следующей встречи. Продолжение следует...